Сегодня готовим эффектный блинный торт. Тонкие блинчики с какао, сметанный крем с нотками кофе и ванили, шоколадно-сливочный ганаш. Вот такое вас ждет сочетание вкусов. Торт получается довольно высокий, примерно 10-11 сантиметров и диаметром 16 сантиметров. Ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры, поэтому молоко и яйца нужно вынуть из холодильника заранее или слегка подогреть молоко. Блинчики готовли без сахара, вы можете по желанию добавить. Обратите внимание на количество сахарной пудры в креме, я добавила 100 грамм, но тут уже на ваш вкус. Пробуйте крем и регулируйте по сладости. Готовим тесто. В миску добавить яйца, соль, влить 200 грамм молока. Все смешать до однородной эмульсии. Просеять муку вместе с какао. Хорошо перемешать. Влить оставшееся молоко, еще раз перемешать. Добавить подсолнечное масло. Тесто получается довольно текучее, вот такой консистенции. Хорошо разогреть сковороду, влить тесто и наклоняя сковороду равномерно распределить. Готовить на огне чуть выше среднего. Блины на молоке эластичны и легко переворачиваются. У меня диаметр сковороды 18 с половиной сантиметров. Из этого количества теста получается примерно 30 блинчиков. Если у вас диаметр сковороды больше, выйдет меньше блинчиков и торт соответственно будет ниже. Чтобы торт получился ровным, обрезая кольцом блины. Диаметр кольца 16 сантиметров. Стопку блинов разделила на три части и придавила кольцом каждую. Это не обязательно делать. Обрезки смешаю с оставшимся кремом и получится мини-десерт. Готовим крем. Шоколад растопить на водяной бане. Наполнить миску кипятком. Подождать, чтобы шоколад начал таять. Мешать до однородности. Добавить немного сметаны и хорошо перемешать. И сразу снять с водяной бани. В миску выложить сметану. Добавить шоколад. Кофе. Кофе я использую крем эспрессо. Очень легко соединяется с другими ингредиентами и дает приятный кофейный вкус. Всыпать сахарную пудру с ванилином. Мешать до однородной консистенции. Шоколад влияет не только на вкус, но и делает структуру крема более густую, гладкую и блестящую. Торт собираю в кольце. Устанавливаю ацетатную пленку. У меня пленка высотой 7 сантиметров. Концы соединяю с крепкой. Выкладываю блинчик. Сверху одну столовую ложку крема и равномерно распределяю. Это удобно делать кисточкой. И так повторять слои. Блинчик, крем. Блинчики увлажняются кремом и немного увеличиваются в размере. Благодаря тому, что они ограничены кольцом, деформируются и получается очень красивый волнистый срез. Добавила еще одну ацетатную пленку, так как торт получается высоким. Торт накрыть сверху пищевой пленкой и убрать в холодильник для стабилизации. Я готовила вечером, поэтому убираю на ночь. Оставшийся крем смешала с обрезками блинов. В пиалу уложить пищевую пленку и выложить получившуюся массу. Убрать тоже в холодильник. Далее готовим ганаш на водяной бане. В пиалу поломать шоколад, наполнить миску кипятком. Блить сливки. У меня сливки из холодильника. Мешать до полного соединения сливок и шоколада. Когда масса станет однородной и блестящей, снять с водяной бани. Достать торт из холодильника. Снять пищевую пленку. Немного разровнять поверхность. Вылить ганаш. В центр выложить ягоды. Украсить мятой. Убрать в холодильник, чтобы схватился ганаш. Достать мини-десерт из холодильника. Раскрыть пищевую пленку. Вывалить на блюдо. Снять пищевую пленку. Вылить оставшийся ганаш. Добавить шоколадные завитки. Мяту. Какой красивый разрез получился. Можно нарезать и подавать. Достать торт из холодильника. Я не дождалась, чтобы застыл ганаш. Провести ножом между кольцом и ацетатной пленкой. Аккуратно снять кольцо. Ацетатную пленку. Торт готов к подаче. Посмотрите, какой красивый волнистый срез. Очень вкусный и эффектно смотрится. Чувствуются легкие нотки кофе и ванили. Дополняют вкус блинчики с какао и шоколадно-сливочный ганаш. Такой блинный торт можно приготовить на праздничный стол или на масленицу. Или просто к чаю. Приготовьте этот десерт и наслаждайтесь. Вкусной вам масленицы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok